МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, друзья! Правый торговец нас послал, потому что у него ничего толкового нет. Поэтому будем обозревать с левого торговца. Это подвал, не забывайте базы. Начнем обозревать мы с маски снабженца. В 1.6 это у нас первый медик, не забывайте. Шанс критического попадания, сопротивление возгоранию. Уже на электронику заточен, но электронику можно подточить. Броня у нас чуть выше среднего значения, стоит 832 феникса. Альфа-связь у нас в 1.6 будет немного понерфлена, но при том все равно она будет актуальна. Поэтому вы можете купить себе прекрасную, на мой взгляд, маску. Урон по броне противника, топовое практически значение брони, стойкость к экзотическим, ну и подточить себе здоровье, либо, например, оружие, что вам будет угодно. Стоит также 832 феникса. Перейдем к рюкзаку хищника. Я впервые обозреваю хищника, потому что есть небольшая сборка, которая скоро я выложу. Она, считаю, актуальна будет в 1.6. Как хищник, так как феникс, да, воспринят из небитья. Так, убыстрение, это у нас скорость выставления навыков, сопротивление кровотечению, хорошее значение брони, почти топовое, я бы даже сказал. И электронику точите на то, что вам надо. И у вас получится неплохой рюкзак хищника. Стоит также 832 феникса. Комплект фронт. Тут вообще, я считаю, идеально. Только броня подкачала. Броня слабовата, среднее значение. Что касается оружия, точите на электронику. Сил навыков у вас уже есть. Не топовое, конечно, значение. Но, по-моему, 13300 самое максимальное. Поэтому, ну, немного теряйте. Спротивление возгоранию. И у вас получится прекрасный рюкзак к комплекту фронт. В 1.6 он также актуален. Даже, по-моему, более актуален, чем в 1.5. Переходим к наколенникам. Отжига. Вообще, считаю, классные наколенники. И топовое значение практически без 2 хп. То есть, можете даже не менять. Броня хорошая. Урон элитным я бы поменял. Либо, например, тут сопротивление ослеплению, оглушению, кровотечению, заморозки. Вот тут, например, вместо ослепления и оглушения, я бы, например, какой-нибудь урон по броне противника. Точить тут ничего не надо. Можете так прямо оставить. И будет вообще шоколад, на мой взгляд. Далее, в завершении данного торговца, я бы вам посоветовал вот эту модификацию. Стоит 192 феникса, копейки, самолечение максимально, по-моему, 6.5%. Штурмовикам самое то, если вы хотите качественно лечиться и не знаете, какой вам камень вставить дополнительный в шмотки. Вот, купите себе таких 4 штуки. У вас будет 24% самолечения. Сами понимаете, как у вас лучше будет восстанавливаться здоровье. Владельцы сезон пассов, не забывайте, подойдите к хранителю наград. Сегодня нам дали вот такие две раскрасочки. Плюс дали 10 ключей темной зоны, 10 наборов запчастей и 10 техник спецотряда. Пригодятся. Торговец с передовым оружием. Первый этаж, база. Что же у нас тут есть? У нас тут продается неплохой калаш. Почему неплохой? Потому что урон подкачал. Но! Практически топовое значение урона по броне противника. 24 максимально, то 22. Урон, еще раз скажу, высокий. Чуть выше высокого. Самосохранение. Это отхил, кто не знает. Коварство, это накрит. И концентрация. Ну, это стандартный талант всех гэшек. Да, и спокойность в состоянии. Если у вас, например, никакой талант не восстанавливается, у вас 10% урона идет. Ну, я бы тут поменял, например, на компетентность. Тем самым, она же очень требовательна. Те же 10%, только в любом состоянии. У вас получится неплохой калаш на урон, крит и отхил. Левый торговец у входа, базы. Первый этаж. Тут продается прекрасный по характеристикам ФАМАС. У нас еще патч 1.5. И сколько он будет продолжаться, никто не знает. Поэтому вы можете к альфосвязи себе купить. Просто прекрасный ФАМАС. Многие плачутся, я не знаю, где выбить ФАМАС. Вот, купите себе. Просто превосходный. Бронежилет Барретт. Реакция смертоносная. Смертоносная с урона открыта. Реакция меньше 10 метров. 10% урон. Бронежилет Барретт, если у вас не заточено на стабильности точность оружия, 15% урона. Просто потрясающий, на мой взгляд, ФАМАС. Такой только мечтать. Выбить. Так что, покупайте. Лям 600 стоит. По соседству у него торговец, который продает, тоже неплохие, кстати, перчатки на свирепость. Мне многие спрашивали, а где мне такие перчатки выпить, которые дают на крит? Вот вы можете их купить за 890 тысяч. Смотрите. То есть, у меня, вот если брать мои перчатки текущие, у меня 16% от критического попадания, шанс крита 5,5. Но идет урон элитным противникам 8%. Тут же отхил идет. Вот. По броне мои выше, но вы можете заточить себе более качественное, там, не знаю, ХП или там оружие или электронику, да, кто на что упарывается. Вот. И у вас действительно получатся перчатки. Я свои-то несколько месяцев, грубо говоря, холил, лелеял, чтобы найти такие. Но у вас получится на, наверное, процентов 5 хуже. Стоят они 890 тысяч. Вообще радуют сегодняшние шмотки. Они прям такие хорошие значения выдают то, что надо. Опорный пункт Грэнхаус. Тут продается МГ-5. Хороший пулемет. Я много раз говорил о том, что он только по урону уступает М60Е4. В остальном же он лучше. Высокий урон. 12% вне укрытия. Урон увеличивается. Таланты у нас. Разрушительность, что хорошо для пулемета. Готовность. Ну, это спорно. Но почему нет? У него много боеприпасов. Он может вести огонь на дальние расстояния. Ну, и решительность вы меняете, например, на какую-нибудь там смертоносность, брутальность, либо там реакцию какую-нибудь, да? Ну, реакция вряд ли. Вот где-то вот так. Вот. И в остальном у вас получится очень неплохой пулемет. Стоит он лям 600. Не мог не заметить в опорном пункте склепис достаточно редкую вещь. Это охотничья М44. Она уступает лишь немного по урону 9000. Если точно быть классическому М44 карабину. Но вот с такими значениями очень редко встречается. Вот снайперам я советую. Те, кто любит достаточно хороший урон. Смотрите, урон от выстрела в голову высокое значение. Редкость на этих винтовках. Урон 140 тысяч. Максимально я видел 149 тысяч. Не забывайте. Это на классический, не на этой. Вот. Тут идет коварство. Это крит у нас. Далее у нас идет точность. Что хорошо для снайперов. И горючесть вы меняете, например, на брутальность. У вас получится очень крутая винтовка. Не забывайте. Она однозарядная. Она медленная. Но у нее очень высокий урон. Стоит она лям 600. Темная зона 6. Правая КПП. Тут продается практически топовый глушитель для пистолетов ФПП. Не забывайте. Только для этого оружия. 6,5% критического попадания. Урон от критического попадания. И 6% урон от выстрела в голову. Что же тут топовое? Урон от критического топовый. Топовый урон от выстрела в голову. И практически топовое значение для шанса критического попадания. На штурмовых винтовках на больших глушителях 8%. Максимально на маленьких 7%. Поэтому вы можете купить за 24 тысячи себе практически топовый глушитель. При условии того, что наскоро ПП будет решать все и вся. Дождемся 1,6. ТЗ-1. Правая КПП. Тут продается неплохая М700. Урон от выстрела в голову. Высокое значение. Урон тоже неплохой. Не забывайте М44, которую я вам советовал раньше. У нее 5 боеприпасов в магазине. Тут же 7. Далее Коварство. Тоже на крит. Как и в предыдущем М44. Мстительность меняем на брутальность. Либо на урон от критического попадания. То есть смертоносность. И например оставляем талант сверху вниз. Это стандартная фича всех 700 моделей. Вам надо чуть выше быть. На полтора метра выше. Тогда у вас урон будет на 10% выше. Хорошее дополнение к данным винтовкам. Темная зона 3. Тут продается МП7. У нас скоро ПП будет доминировать. Поэтому можете купить себе неплохой МП7. Среднее значение урона от критического попадания. Неплохой урон. Талант разрушительность. Хороший талант. Плюс отхил у нас тут есть. И свирепость мы меняем на какую-нибудь. Либо брутальность. Либо смертоносность. Тут на вкус цвет. Или компетентность например. Потому что третий талант. Тем самым мы увеличим еще на 10% свой урон. Хорошая достаточная ПП. Купите. Стоит 416 тысяч. Она стоит того. Темная зона 2. Это левый торговец. Продается МП5 А4 с авто огнем. Чем хорош этот ПП? Не забывайте. Он стреляет по 3 выстрела. Высокое значение урона от критического попадания. Высокий урон. Далее у нас тут стоит спешка. Разрушительность. Самосохранение. Самосохранение и разрушительность у нас как у МП7. А спешку если кто не знает. Чем больше у вас критов. Тем быстрее у вас перезарядка. Можете поменять. Можете оставить. Стоит данное оружие 416 тысяч. Завершая свой обзор в церкви. Тут продается действительно хорошая маска отжига. Стоит 277 тысяч. Чуть выше среднего значения броня. Практически топовое значение ХП. Если вспомним на базе у нас наколенники. Практически с топовым значением ХП. То вкупе уже классно получается. Далее у нас основная характеристика здоровья. Я бы ее поменял. Например на электронику. Не на электронику точнее. На силу навыков. А урон по броне противника так бы оставил. И у нас получится вообще очень хорошая маска. Единственное я подкачала броня. Но она стоит 277 тысяч. Спасибо что смотрели. До скорых встреч.